Глава четвёртая. Рувиму разрешили переночевать у Рика. В девять часов мальчики прошли в маленькую спальню рядом с кухней и раздвинули шторы окна. «Мама всё равно не разрешит нам стоять на посту возле скважины», – прошептал Рик. «Но из этого окна прекрасно видно почти всё, что происходит вокруг буровой вышки». Мальчики выключили свет и стали на колени у низкого подоконника. Ночь выдалась ясная, и буровая установка в лунном свете, походившая на длинношее чудовище, была достаточно хорошо видна во всю свою ввысь и ширь. Прошло полчаса, затем час. Вокруг установки всё стихло. Команду ночной охраны Аарон Мессик удвоил. Не догадался только назначить дополнительный пост у самой скважины, вместо ночной смены, которая в эти сутки отсутствовала. «Нам повезло, что ночь лунная», – прервал молчание Рувим. «Отсюда видно вся площадка вокруг скважины». Рик кивнул. У него онемели ноги, и он энергично принялся их растирать. «Помнишь, ты рассказал мне, что дети в школе отказались с тобой играть, когда узнали, что ты христианин», – продолжил беседу Рувим. «Помню». «Зачем ты рассказал им об этом? Почему ты не смолчал? Тогда всё было бы в порядке». «Я не мог смолчать», – ответил Рик. «Христос умер на кресте, чтобы меня спасти. Поэтому я хочу, чтобы и другие приняли это спасение и полюбили его». Рувим задумался. «Твои слова напоминают мне радиопрограммы, которые я с родителями слушал в России», – наконец сказал он. «Кажется, их передавала европейская станция». «Наверное, всемирное радио», – подсказал Рик. «Точно. Обычно мы закрывали ставни и двери, а потом садились, крадя приёмнику». Диктор говорил про Иисуса и как он умер за нас на кресте. «Но понимаешь, евреи не верят в Иисуса. Он родился в яслях и умер нищим. Наш мессия покорит всех наших врагов и станет царём». «Но Христос...» Со стороны буровой башни послышались какие-то звуки. Оба мальчика, как подстёгнутые, рванулись к окну. Во время их беседы луна скрылась за облаком, и буровую установку окутала тьма. «Ты слышишь?» – возбуждённо прошептал Рик. «Звуки возобновились. Сомнений быть не могло. Кто-то вышел на платформу вышки. Но кто?» Рик и Рувим прильнули к раме окна. Чуть дыша и прислушиваясь, казалось, прошла целая вечность. И опять раздался тот же звук. Сдержанный скрежет металла, будто кто-то очень старался действовать как можно беззвучней. «Слышишь? Там кто-то есть!» Сердце Рика забилось сильнее, его руки задрожали. «Что же нам теперь делать?» – со страхом спросил Рувим. Рик беспомощно огляделся. «Кому здесь можно было довериться?» Скрежет не прекращался. Кто-то явно спешил закончить свою небезопасную работу. «Может быть, разбудить твою маму?» – предложил Рувим. «Или просто попытаться припугнуть этого неизвестного?» «Ну хорошо, идем!» – не вполне уверенно согласился Рувим. С молитвой в сердце Рик на цыпочках прокрался по коридору мимо спальни матери и нырнул в ночную темноту. Рувим осторожно следовал за ним. Они тихонько пробрались вдоль стены конторы, потом под окнами рабочего кабинета суперетенданта. Отсюда уже были хорошо видны мощные генераторы, трубопровод и башня. Неизвестный мог опять надпилить трос, мог повредить лебедку или одно из сотни других устройств, из-за чего работу завтра пришлось бы прервать. Поэтому теперь была дорога каждая минута». Возле кучи стальных труб Рик так внезапно остановился, что чуть не сбил своего товарища с ног. До вышки оставалось всего 25-30 ярдов. Немного привыкшими к темноте глазами, Рик всмотрелся в возвышающуюся перед ним конструкцию, пытаясь определить очертания оборудования, установленного внутри. Его взор скользил от одного темного предмета к другому. Не было ли где-нибудь чего лишнего? Рик видел установку ежедневно, но теперь ему приходилось напряженно вспоминать детали. Что это? По нижней платформе башни кто-то двигался. Рувим тоже увидел тени крепко сжал руку друга. Теперь на фоне конструкции башни появились смутные очертания мужской фигуры, которая присела на корточки и опять раздался скрежет металла. Это могло означать только новое несчастье. Что двое детей могли сделать против отчаянного бандита? Мужчина на платформе чиркнул спичкой. Динамит! Мелькнула в голове Рика. Его мысли беспорядочно заплясали. Увидев длинную трубу, он сунул в нее голову и как можно басистее закричал. Эй ты, уходи оттуда, сейчас же! Слова громом прокатились по металлической трубе, так что стоявший рядом Рувим от неожиданности отшатнулся. Силуэт на платформе резко выпрямился и на мгновение замер. Затем беззвучно повернулся, легко спрыгнул на землю и в следующее мгновение исчез в темноте. Ого! восхищенно вырвалась у Рувима. Ну и напугал ты его! Рик слабо улыбнулся. Идем, посмотрим, что он там на платформе делал. Мальчики направились к буровой вышке. Он стоял вон там. Рувим пальцем указал на левую сторону платформы. Из-за облаков вновь показалась луна, ярко осветив место происшествия. Рик забрался на платформу. Эй, посмотри сюда! Громко прошептал он. Что там такое? Спросил Рувим, просовывая голову через люк лестничной площадки и подтягиваясь на платформу следом за товарищем. Кажется, это запальный шнур. Динамит! С видом знатока произнес Рувим. К другому концу шнура действительно была прикреплена порядочная порция взрывчатки. Ничего себе! Этого ящика было бы достаточно, чтобы сравнять с землей все вокруг, определил Рик, взвешивая динамит в руках. Товарищи осторожно перенесли свою находку к дому. Что нам теперь делать с этим динамитом? Опасливо поглядывая на свою ношу, спросил Рувим. Положим его до завтра под кровать, предложил Рик. Ты с ума сошел? Спать на пороховой бочке? Нет уж, в таком случае я иду домой. Не волнуйся, без огня он совершенно безопасен, успокоил его Рик. Продолжение следует...